Позвольте мне начать с краткого разбора такой ситуации, в которой один человек находится под господством другого. Божьей воли никогда нет на то, чтобы душа какого-либо человека была под господством души другого человека, кто бы это ни был. Божьей воли никогда нет на то, чтобы родители господствовали над своими детьми, чтобы муж господствовал над женой, или чтобы жена господствовала над мужем, Чтобы пастор господствовал над своей общиной, или чтобы какой-либо человек в какой угодной ситуации господствовал над любым другим человеком. И тем не менее многие люди выросли и прожили жизнь либо по чьим-то господствам, либо господствуя сами. Я понял недавно, что одно из основных препятствий, стоящих перед людьми на пути к принятию полного освобождения, это господство над ними их матерей, имевшее место в их жизни. Многие матери пытаются контролировать жизнь своих детей, распланировать их судьбу, выбрать для них профессию и держать их под своим контролем. И это заходит невероятно далеко. Около четырех лет тому назад ко мне приходил один евангелист и просил у меня совета. Мы проговорили с ним несколько часов. После обеда мы вернулись к нему в номер гостиницы, и он попросил меня помолиться за его освобождение. Прежде чем молиться, я сказал следующее. Я имею единственный источник информации о вас и вашей семье. Это то, что вы сами рассказали мне. И на основании того, что вы говорили мне, я должен сказать вам вот что. Ваша мать ведьма. Он ответил. Моя жена говорит то же самое. Я сказал. Я согласен с вашей женой. А мать его была хорошей верующей женщиной из пятидесятников. Сидела в церкви на первом ряду каждое воскресенье. И так далее, и тому подобное. Я помолился за этого мужчину, и через 20 минут его очень сильно вырвало. Я молился с ним минут 30-40, и затем ушел. На следующий день позвонил ему, чтобы выяснить, как он себя чувствует. Замечательно, сказал он, но ощущения в теле такие, как после 12-ти мильного забега. Все кости разламываются. Я сказал, это результат освобождения. И затем он сказал мне кое-что любопытное. Интересно, сказал он. Вчера мы с вами обедали вместе, и я ел жареного цыпленка. Но во всем, чем меня вырвало вчера, не было никаких следов цыпленка или чего-то другого, съеденного мной. Не знаю, сказал он, откуда все это вышло, но не из моего желудка. И это заставило меня крепко задуматься. А я видел, как людей рвало ведрами рвоты во время освобождения. И я понимал, позвольте сказать это, что, как я понимаю, это не бес. Но это гнезда, которые бес построил в вашем теле. И когда бес выходит, лучше, чтобы его гнездо вышло вместе с ним. У некоторых этот процесс физического очищения длится 3-4 дня или даже неделю. Их рвет и рвет. И я говорю в таких случаях, не подавляйте это в себе. Разделайтесь лучше окончательно с этим. Очистите свое тело. Это не бес, беса видеть нельзя. Но это его гнездышко, которое он свил в вашем теле, чтобы жить в нем. Библия говорит, блудник грешит против собственного тела. Писание утверждает это совершенно определенно. Лично я считаю, что всякий, кто занимается блудом, приглашает свое тело беса, который создает в нем свое собственное нечистое жилище. Фактически, я очень часто могу определить, от чего именно освобождается человек, глядя на то, в какой форме происходит освобождение. Почти все бесы имеют свои характерные гнезда, которые любят видеть. Возвращаясь к этому евангелисту, он сказал затем, «У нас есть дочь, у которой большое несчастье. Ей 13 лет. Она все ночи проводит с мужчинами, употребляет наркотики, посещает очень известную полноевангельскую школу, и мы ничего не можем с этим поделать». «Что бы вы посоветовали?» Я сказал, «Прежде всего, поезжайте домой, поговорите с женой, расскажите ей о том, что было с вами, начните молиться и достигните настоящего согласия в духе, и затем возьмите что-то из одежды вашей дочери, возложите на него руки и прокляните бесов». Через год он опять приехал в наши края и позвонил мне, чтобы рассказать о себе. Я спросил, «Как вы живете?» «Хорошо, не без трудностей, но все меняется. Мое служение сейчас очень отличается от того, каким оно было прежде». «Как ваша дочь?» «Хорошо», – ответил он, «она зачислена в женскую христианскую школу, учится, и у нее все замечательно. Она исправилась и стала благоразумной девочкой». «Как это произошло?» – спросил я. «Как вы действовали?» «Мы сделали так, как вы сказали. Взяли голубую футболку, которую она очень любит, и ничего ей не говоря помолились над ней, а потом наблюдали, как она носит ее. Но было еще кое-что. Однажды моя мать, бабушка этой девочки, пришла домой и сделала нечто такое, чего обычно не сделала никогда. Она предложила моей жене дать ей что-нибудь постирать. Среди вещей, которые она стирала, была эта голубая футболка. И с тех пор, как она постирала ее, она стала другим человеком». Что касается этой мамы, во всех ее благих намерениях она доминировала над своим сыном, его женой и их детьми. Она пользовалась духовной силой, чтобы контролировать всю семью. Теперь послушайте. Колдовство – это попытка контролировать людей и заставлять их делать то, что вам хочется, посредством силы, которая не является Святым Духом. А если у вас есть какая-то сила, которую вы можете использовать, то это не Дух Святой, потому что Святого Духа никто не может использовать. Он – Бог, и никто не может использовать Бога. И это очень сильно распространенное явление. Многие по-прежнему привязаны к своим матерям духовной пуповиной. И очень часто полное освобождение не приходит до тех пор, пока эта пуповина не разрезается в духовной сфере. И я не учу ни по слушанию. Я считаю, что Библия учит почитать отца и мать, чтобы тебе было хорошо. Но тем не менее, нет воли Божьей ни об одном человеке на то, чтобы господствовать над другими людьми. И контролировать их. Это удивительно. Но очень часто вы обнаружите, что мать будет знать, что ее дочь ищет Господа. И она начнет звонить и оказывать давление на нее. И она, возможно, будет купаться в самосожалении. И каждый раз, когда эта семья начинает двигаться в Боге, мама будет звонить. «Приезжайте ко мне, подержите меня за руку, побудьте рядом со мной». И я хочу предупредить всех. Не позволяйте никому господствовать над вашей жизнью. И если вы были в такой ситуации, где над вами доминировали отец или мать, то сегодня, до того, как кончится это собрание, примените власть, данную вам во имя Иисуса и освободите себя от этого господства. И если в вашем сердце есть ненависть или непрощение как результат этого господства, тогда простите ваших отца и мать или этого человека. Потому что вы не можете освободить себя от кого-то, если вы его ненавидите или имеете на него обиду. Обида и ненависть сами по себе производят связь, которая привязывает вас к этому человеку. Но это не всегда так явно. Есть и другие случаи. Во многих случаях на некоторых из вас оказывалось влияние «духовной» личностью, которая пыталась взять над вами верх. Такое случается очень часто с молитвенными группами. Какая-нибудь доминирующая, сильная духовная дама, которая пытается осуществлять контроль над молитвенной группой. Послушайте, Дух Святой никогда не производит служителей Евангелия, которые господствуют над другими. Если вы приходите в место, где вы больше привязаны к этой женщине, нежели чем к Господу, тогда это означает, что вы связаны и не хорошим образом, и не Духом Господним. Есть одна церковь, в которой самая большая статья расходов – это междугородние звонки. Потому что каждый раз, когда пастор хочет принять решение, он звонит определенной женщине в другой город, чтобы она дала ему разумение Господне. И она перелистывает страницы Библии и использует имя Иисуса, и выдает решение, которое определяет направление всей церкви. Я мог бы привести вам удивительные и даже глупые примеры этого, но я не буду делать этого. Эта церковь и ее служитель связаны. И люди, которые посещают эту церковь, влезают под это ермо. И женщина, стоящая за этим, говоря прямым и простым языком, ведьма. Религиозная ведьма, полноевангельская ведьма, харизматическая ведьма, и от этого еще более опасная.